Исследования, которые проводились в медуниверситете в Донецке, МАК-МИЛИ, это научно-исследовательский институт, который изучает безопасность производства, ну и различные гигиенические аспекты производственной безопасности, ну и в частности из-за донецкой специфики донбасской, горно-рабочих. Ну и где-то около 5-10 лет назад количество данных, накопленных в данном времени, уже позволяло создавать достаточно достоверные прогнозы о состоянии здоровья этих горно-рабочих в зависимости от профессионального маршрута. То есть изучались различные параметры загрязнений, профессиональных рисков различных в зависимости от шахты, в зависимости не только от шахты, а и от выработки в шахте специфической. Ну и после этого вот этот профессиональный маршрут горно-рабочего позволял составлять прогнозы. Ну и в общем недавно появилась идея, точнее она давно возникла, но начала реализовываться недавно, а потом автоматизации каким-то образом расчетов, вот, таких прогнозов. Ну и я в этом проекте принял участие частично как программист, ну и частично как системный администратор, который готовил инфраструктуру для этого проекта, то есть сервера, веб-сервера, ну то есть то, что необходимо, туннели для связи между различными операторами этого комплекса. То есть есть некоторая часть операторов в центре, которые информацию первичную собирают и анализируют. Есть на местах, в шахтах вычислительные комплексы, на которых первичный ввод данных осуществляется. Ну это все потом обрабатывается. То есть сейчас проект не завершен, ну первая стадия завершилась. То есть по крайней мере база проработана, вот, прогнозы можно рассчитывать. Ну и в общем дальше мы развиваемся в этом направлении. Ну а я не буду углубляться в профессиональную часть медицинской этой разработки. Я хочу остановиться на программировании и на инфраструктуру. То есть это возможно будет интересно. Поскольку у меня был уже в начале опыт разработки на Байтоне и Джанге, я выбрал вместе там еще с рядом людей, которые участвовали в разработке, эти фреймблоки, ну и язык программирования в качестве инструмента для разработки. Ну решение достаточно удачное, позволяет очень быстро создавать как раз похожие комплексы. Впервые я столкнулся с Джангой, когда по роду своей второй профессиональной деятельности, как сетевой администратор, внедрял в нескольких интернет-сервис-провайдерах, но в прочих. Ну и в прошлый раз я докладывал, но в прошлый раз. Ну и мне, конечно, реализация очень понравилась. То есть существует сейчас два таких популярных веб-фреймблока, которые позволяют создавать веб-приложения в области. Ruby on Rails, ну и Джанга. Я выбрал Джангу, потому что я лучше знаю Байтон, ну и саму Джангу лучше знаю. Я хотел бы показать, каким образом создаются веб-приложения простейшие с использованием этого фреймблока. То есть буквально существуют некоторые неоспоримые преимущества перед Ruby on Rails, например, в виде того, что Python, как правило, часть любого дистрибутива, в отличие от Ruby. Кроме того, с Ruby on Rails сложнее, потому что там различные компоненты, там Ruby on Rails, прочее. Они часто малосовместимы друг с другом. Конечно, это тоже развивается все, но системному администратору, я думаю, с Ruby on Rails сложнее, чем с Python и с Джангой. Плюс к этому Джанга содержит набор компонентов, которые позволяют создать приложения прямо на лету. Буквально за несколько минут. То есть там есть очень сильный компонент, который называется Admin Site, позволяющий очень быстро создать веб-интерфейс для управления базой данных любой структуры. То есть и Ruby on Rails, и Джанга являются вариантами программных парадигм, которые называются модель контроля представления. Ну я думаю, те из вас, кто программирует в курсе этих парадигм, это позволяет, ну таким как я, людям, я врач, профессиональных навыков программирования у меня нет. Ну и когда-то там в одной из сетевых конференций узкоспецифичных, вот, один из моих оппонентов назвал врачей тупыми гуманитариями. Ну то есть я тупой гуманитарий. Но для тупого гуманитария, в общем, это достаточно доступная технология, очень быстрая и простая. Пару слов об Admin Site скажу, об этом вот компоненте, о котором я сказал ранее. Модель в Джанге представляет собой некоторое описание структуры данных. То есть чаще всего это какая-то абстракция базы данных, которая потом может использовать в качестве бэкэнда MySQL, Postgres, либо SQL Lite. Вот, то есть неважно. Внутри модели описывается свойство, описываются свойства данных, описываются методы этих данных, поскольку байкан объектно-ориентированный. Ну вот, то есть поведение этих компонентов какое-то. Ну и когда-то у меня была задача как сетевого инженера, в общем, в написании некоторого веб-интерфейса для работы с почтой. Я использовал XIM, использовал DAV-код, почтовые ящики хранились в базе данных, структура была достаточно простая. И для того, чтобы из веб-интерфейса этой структурой управлять, был написан большой перловый скриптик, который позволял добавлять или удалять почтовые ящики. Попробую продемонстрировать. Очень простой база данных в MySQL. Написан он был за полтора часа и позволял работать с доменами и с почтовыми ящиками внутри домена. Организация, для которой я делал эту работу, была достаточно специфичной. Там не было людей, которые толком разбирались в принципах работы почты. Поэтому я в этот интерфейс не включил компоненты по работе с почтовыми псевдонимами с Алиасом. Вот, сознательно. Потому что при помощи некоторых действий с базой нужно было полностью поломать хождение почты. А потом, после того, как через некоторое время, где-то около года, мне понадобилось добавить в эту программу работу с псевдонимами, я понял, что этого сделать не смогу. То есть код оказался абсолютно нечитателен. Скрипт, в котором в перемешку были какие-то логические участки и представления, и править его не было никакой возможности. То есть я посмотрел, плюнул на это дело, прошел там какой-то период времени, посмотрел еще раз в этот круг, опять решил его не трогать. Ну и через некоторое время столкнулся с джангом. Приблизительно за где-то тоже часа полтора, в общем, вот этот вот интерфейс был полностью изменен на джанганский. И изменения в самой базе нужны были очень небольшие, которые мне было очень легко сделать. Ну и получилось при помощи админсайта вот такое. Причем джангарский админсайт, он позволяет еще и гибко настраивать права для доступа к структурам, самым разным пользователям. Ну и вот пользователи почты, почтовые домины, псевдонимы, улучшенные псевдонимы. Причем сразу из коробки все возможности по работе с базой. Сортировка, выборки, добавления, удаления, множественные добавления, множественные удаления. Самые разные компоненты для экспорта и импорта в ЦСВ, там какие-то другие структуры в XLS. В общем, очень красиво и приятно. Ну и в конце попробую все-таки создать небольшой проектик, минимальный. Вот у меня уже есть заготовки для того, чтобы показать, насколько это просто и легко. То есть если есть операционная система, в которой установлен Python, если добавлено джанр в качестве компонента, в качестве модуля, то после этого вопросы создания вот таких вот, ну это прикладной вариант для управления какой-то базой данных, прикладной интерфейс, который можно получить сразу из коробки. То есть создание такого прикладного интерфейса, оно сводится к менее чем десяток очень простых и быстрых шагов. То есть первый шаг в создании проекта. Есть краткий перечень команд, фактически шпаргалка. Опять же для такого специалиста, как я. Таджан. Ну и то есть набор команд очень простой. Ну, допустим. Разведим, какой проект. Дальше нужна какая-то подготовленная база данных. Ну и в принципе все остальное сводится к правке нескольких файлов, к добавлению моделей, которые достаточно просто редактируются. То есть вот эта вот команда DjangoAdminStartProject, она создает весь костяк проекта. За готовые и приводные к использованию. Здесь settings.p, это фактически единый файл, в котором описываются все параметры проекта. Достаточно добавить несколько строк, которые показывают, какой бэкенд используется для таблицы, для базы данных точнее. После этого указать имя таблицы пользователя и порой. Ну и собственно проект в первоначальном виде готов к использованию. Вторая стадия, это добавление в проект приложения. Можно сделать какое-нибудь очень простое приложение. В принципе множество действий по работе с проектом используют одну и ту же команду, ManagePink, которая в корне проекта есть. Я создал костяк приложения внутри проекта. Вот оно. То есть теперь достаточно описать некоторую модель, очень простую. Я из другого проекта возьму, который я вчера сделал. Я ускорил, чтобы не тратить чудовое время. Вот простейшая модель состоит из одной таблицы. База данных. Таблица будет называться Users. В ней два поля. Имя и пароль. Ну и параметры, которые заданы. Документация, кстати, очень четкая и подробная. Плюс в сети есть масса примеров использования различных таких вот моделей каких-то готовых. Ну и масса пользователей, которых на работах, которых можно найти все что угодно. Ну и последняя стадия – это подключение админ-сайта. То есть для того, чтобы админ-сайт подключить и подключить это приложение, в сеттинг-пи делаются изменения соответствующие. Кстати, для того, чтобы включить админ-сайт, достаточно раскомментировать строку, которая уже есть в сеттинг-пи. Ну и для того, чтобы работало представление, необходимо несколько строк раскомментировать в файле Walls. Кроме этого, внутри приложения должен быть создан файл админ-пи, в котором написывается импорт соответствующего приложения из файла модели. Ну и в общем, дальше несколько команд. Первая – SyncDB. Вносит изменения в базу данных и создаёт пользователей, в том числе суперпользователей. После этого проект готов к запуску. То есть достаточно, можно использовать разные варианты vsga из криптов, для того, чтобы сделать прокси из апатча, либо из какого-то другого веб-сервера. Ну, а можно запустить готовый вариант. Ну, а можно запустить переходную работу? Сейчас. Сейчас посмотрим подсказку. Я так понимаю, что уже в Ирлайне? Да. Ты видишь, что даже в Крэр? Да. Ты видишь, что в Ирлайне? Да. Ты видишь, что в Ирлайне? Да. Ты видишь, что в Ирлайне? Это тоже это, кажется, максу. Где в том, как человек, база есть? Ну, вот так оно выглядит. Можно зайти в базу прайв. Всё. То есть эту же базу данных можно использовать и других приложений, как бэкэнд для чего-то. Для почты или для какой-то другой цели. То есть, в частности, мы используем для вот этих вот расчетов и правностей программы рабочих. По поводу использования свободного ПО в гигиенических исследованиях и в прогнозировании всё. То есть, вся расчетная часть, она тоже на питоне сделана. Потому что достаточно библиотек для самых равных задач. То есть алгоритмы там не особенно сложные. Они многократно отработаны. Пятый. Аплодисменты. Поехали, как за 10 колек. Поехали. По**, сейчас можно написать проху. Поехали. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok